Лицо закрыли, самая главная узнаваемая часть это глаза, естественно, можно такого фотографирую глаза и человеку по глазам узнать. Человеку по глазам узнаешь? По твоему узнаешь. Часто по складочкам всяким, уголков глаз. И вот этот певец был такой, Утёсов. Михаил Утёсов? Не, не Михаил как его звали, а Остап. Михаил Утёсов, да? Не знаю. Он говорил, друзья, в такой возрасте уже, приехал в Одессу, мы там выпили с друзьями. Он говорит, а как ты теперь пойдешь домой? Тебя же все знают и всегда, если толпа налетит, будут автографы просить, то ты не пройдешь, тем более такой пьяненький. Он такой говорит, а я знаю способ. А так прищуритесь, как китайцы или корейцы, да? И все, глаза изменились, и вы типа и еще зубки покажете, и как будто вас не узнают. И он так взял, так сделал, так и пошел по улице. И тут такой хохол добротный, знаете, с усами такой, в косоворотке. Пиджак положил, на той стороне улица идет и кричит первым. О, о, посмотрите на него, прищурился, я к его не узнаю, как будто бы. Пиджак тоже узнал, да. На той стороне улице заорал. Не подтвердилась его версия. Не подтвердилась, нет. Значит, ну, мягкое, значит, растерли, да, входит потихоньше глубже в тело. И как по мужскому телу? Ну, в принципе, мужское и женское тело делается одинаково. Там у женщин просто, если, ну, не эротический массаж мы делаем, да, а там лечебный, да, то для мастопатии мы будем конкретно скручивать молочные железы. У женщин? Да, у женщин. Плотно их проходить вдоль, они вот так вот концентрически к соску спину направляются. Ну, не острием пальцев, а мягко. Да, не острием пальцев, а мягко. Ну, заходим так глубже, 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 глубже. То есть, к центру все, да? Да, все вот эти вот, они как капельки такие вот эти молочные железы, так чуть-чуть стекаются все сюда, к центру, да. И там увидим такие твердые, как бы, вот как палец, вот такие вот твердые образования, да. Это вот накапливается гной. Дело в том, что этот гной можно отдельно, да, лечить, там, после того, как кормящая мать закончила кормить ребенка, да, проходит там сколько-то месяцев, а у нее уже все равно очень накапливается там, да. Это надо все выдавить, иначе будут проблемы мастопатии. А потом это все связано с грибками. Но грибки, они одновременно живут и, как бы, в матке, и в яичниках, да, и здесь. То есть, не леча матку, просто так отсюда выдавливать. Это, как бы, немножко, ну, как бы, поможет, но недолго они опять образуются. Поэтому надо будет и здесь. Тогда в этом случае мы их продавливаем, это больно, там, через боль, там, выдавливаем, выдавливаем, выдавливаем через сосок, сосок крутим, и там прям выходит такая жидкость, такие капельки, знаете, зеленоватые, желтоватые, такие прям, вот, ну, видно, что прям, напрямую гной, да. Кандидос тот же самый, который обычно у нас там находится, он тоже здесь начинает выступать. Вот мы все это скручиваем, вот так вот и силой выдавливаем. Это женскую грудь, так? Да, женскую грудь, это болезненно. Если есть какие-то места такие плотные, да, например, уже вне груди, да, там, рядышком, да, то их пробиваются, пробиваются достаточно сильно, что получилось и перемене в этой области, вот видите, появляется. И она начинает работать уже, аутрогемонтерапия, как я рассказывал, да, без вас, если вы человека один сеанс сделали, отмассировали, а он пошел в течение, там, пяти дней, оно еще будет работать. А мази в согревающей нельзя? Про мази ничего не знаю, но согревающей, наверное, нет смысла. Согревающей она больше при растяжениях, там, мышц, суставах, связок. А этот скребок можно гуаша использовать, я говорил про скребок, да, скребком также вот можно вот проскрести в эту сторону, чтобы образовалось покраснение гиперемии до синяка, прямо до синего синяка. Это, естественно, при этих проблемах. Если проблем этих нет, да, то делается... Что, вы узнете, как это сделали, да? А, нет, это... Здесь? А? Возья туда не давлю. Не-не-не, я боюсь, может, заботиться о нашем мире. Не-не-не, я пока только сиськи ему рассказываю про сиськи. Соответственно, вот мы поднимаем и отводим в сторону, да? Про женскую груз рассказываю. Мы заслужим в сторону, в сторону, и вот так вот мягкие, массирующие движения. Соска как бы промахиваемся, по нему не попадаем. Поднимаем, вот такие скручивающие движения вверх, вот отсюда как бы вот мышцы, мышцы. Снизу, да. Под... Самая грудная, большая грудная. Да, собственно говоря, да, большая грудная основная, надо ее поднять. Собственно говоря, нам цель промассировать через молочную железу. Молочную железу это, по сути, жир. Его как навассирован, так и будет по собственным весам висеть, да? А грудь поднимается за счет мышц, которые под ними находятся. То есть, нам надо проникнуть туда. Вот мы эти мышцы вот. Вот их вот накатываем, накатываем, накатываем вверх, накатываем, 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 поднимаем вверх. Ну, в общем-то, тут такой скульптурирующая техника, да, она такая, на самом деле, не очень-то сложная и приятная. Если что, какие-то свои добавить дополнения. Чтобы какой-то эронтики передать, да, то все делается мягко, легко, скользяще. Концентрическими кругами потихонечку приближаемся к соску. То есть, начали с больших долей, да, и заканчиваем на соске. И, Юра, ты возбуждаешься, да? Нет. Ну, так же это очень приятно. Вот с этой стороны лимфу каблуганяем и по центру вот идем, да, через кульчицу, через ерунную впадину. За ушком вот так вот мягко проходим и потом вот так вот выводим вот это все. А пальчики меня надо подключиться, продавливать рюмные вены вот эти, лимфоузел. Да, чуть-чуть можно так вот надавливать, да? Они не здесь, а по ключицам. Да, да, и здесь тоже, да. Легонечко-легонечко, ну, потолки. Толочки такие, да. Это не пандеринажный массаж, но постоянного действия сюда, на живот, на ноги. Да, 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 это именно пандеринажный массаж, да. Сейчас мы грудь вот эти разминаем. Какие еще движения? На плечи не уходим, да? Ну, это я пока показал отдельной части, да. А женщинам, Олег, ты, правда, ну, тоже делаешь иногда массаж груди, да? И вот такие желтовато-зеленые выделения, если это гной. Ну, чтобы до такого вот идти, пока еще ни одна не далась. Ну, хотя вот они выходят, да. Понятно. Ну, как бы не согласилась, больно, да, и мы как бы не договорились, что бы. Надо это делать. Просто у меня есть такие выделения иногда, поэтому я спрашиваю. Да, там надо делать, но она должна понимать, что это надо вытерпеть. Будет покраснение, может быть, там не очень, как бы, красиво, что синенькие окажутся, да? Ну, я сама себе выдавливаю. Да, серьезно? Ну, вот если есть сила, как правило, сам себя человек жалеет, да? Ни фига не жалею. Не жалеешь? Поэтому сиськи выросли. Да, красиво, красиво. Да я шучу. А вот в этих местах, ну, 50 на 50 процентов, это покушение. У женщины здесь вот у кого-то не больно. Массаж не сильно выделываешь, а вот такие вот разминающие движения не больно. А у других вот именно в этих местах больно. И бывает правая больно, левая нет. То есть на грудь уже не делал так, что это нет, не смотрел. Там есть твердые, как пальцы. Там зона вины и обид. Вот эта зона. У кого-то есть, а у кого-то нет. Потому что здесь мягкая. Да, да, да. Некоторые говорят нормально, а другая скажет, ой, больно. И почти у всех вот это правое плечо. Левое, как правило, не болит. Но у меня такой статистики нету. Я, честно говоря, не знаю, почему так. Ну, у меня в день до 10 женщину на протяжении... Если больно, значит, 9 месяцев. Обычно там, как бы, через боль не делают. То есть это мышцы имеется в виду. Боль не надо, нежелательно, да? Ну, смотри, если стопотея, может быть отсюда эта пухлость. Может, да. Здесь же малая грудная или большая грудная. Именно вот в этом месте вот она может, да? Мерая мастопатия, мы предупреждаем рак, чтобы рак не развивался. Это, в принципе, достаточно частая ее линия. Ну, они, как правило, тогда вот такие натянутые будут идти. Ты тогда чувствуешь. А если это мышечная боль, ну, тогда не знаю. Ну, я боялся, потому что на грудь переходить. Я именно в этом месте вот делал массаж. И вот здесь по груди. То есть сюда уже не заходишь. Вот ты же показывал, ты вот так вот сжимаешь. Кстати, у меня было обострение после 10 сеансов массажа груди. Вот. Прям вот конкретно, как камень. Кому-то залил, да? Ну, да, как камень. Ты же говорил, что цель поднялась. Ну, она поднялась, но потом, через недельку, образовался, как камень такой вот твердый. Ну, и я лечила вивасаном. Продукцией вивасана. А, вивасаном? Да. Ну, вот если образуется такая какая-то отечность, да, непонятно, ну, типа воспаление, да, после массажа, да, вот я рекомендую лист капусты приложить, на ночь там завязать. Во-первых, капуста отбеливает кожу, а во-вторых, ну, так вот, поломать, поломать это капусту листик, да. А во-вторых, сок вот убирает, то есть, отечность. Чего ты их под бюргалтер прямо по ложе улез? Да, прямо под бюргалтер, да, лезть положить. Прямо на ночь. Ну, желательно плотно, чтобы он не повлиялся там плотно, чтобы плотно лежал. Так, ребра. Межевежные невралгии его. Походим, они тут вниз, да. С вибрацией, да. Раздвигая, да, раздвигая ребра, да, с вибрацией вот такой. Уходим вниз. Растираем мышцы груди, они идут вот так, и вот так вверх. На саму ключицу захватываем, да, растираем. Под ключицей вот активно так вот растираем. Малая грудная вот этот идет. Само плечо растираем. И по плечу уходим, вот так, ручку взяли, да. Расслабили, расслабили, расслабили. И вот у нас проявилась передняя глитоидная мышца. И мягко растираем. И там у нас стыкуется с малой грудной мышцей. Крепится к плечевой кости. Все, вот туда выводим. Подняли, соответственно, вот здесь мышцу, да. Достаточно активно ее растерли. Теперь же лапа леопарда глубоко, уже глубоко. Видите, какой прекрасный, хороший, здоровый румянец. И отводим место крепления мышц от грудины. Вот такой трилистник рисуем, пальцы раздвигаются, да. В него вверх. В этот момент я вхожу по сути тела человека. И приступаю к массажу с другой стороны. Ну, сейчас я не буду делать, да. Возверну руку. И приступаю к массажу с другой половинкой, да. Ну, соответственно, вот как мы заканчиваем. То есть мы дополнительным безохватом шею. Вот так вот. Вот эти мышцы. Сейчас все видно. Грудинная, подключичная. Подтягиваем их на себя. Сливаем лимфу вниз. Чуть провибрировали. Закачали. Простучали. Пока другу не стучим, а именно поводить мышцы. Все. Вот туда. Вот так вот провибрировали. Здесь. Заключицу туда провибрировали. Как выключиться. Оттягиваем. Оттягиваем на себя. Немножко будет болезнен, поэтому поаккуратней. Мы не туда впиваемся, а вот только на себя. Чуть-чуть. Там находится за грудиной, примерно вот на изломе, ну, тут какой считается рукоятка. Само тело. Тело, да. И меченосный отросток. Вот. Где рукоятка стыкуется? Там как бы идет такой излом небольшой, да. За ним находится железа. Ой. Очень важна для иммунной системы. Пилочка. Пилочка. Пилочка, что ли? Как-то. Выцелыла с головы, ладно, не важно. Короче, там очень важная железа находится. И там же находится большая лимфатическая цистерна. Она чуть-чуть в сторону. Вот мы к ней подогнали, да, и их мы стимулируем. Дополнительных может простучать. Через боль, через боль. Если у человека курильщик, да, то можно так, тем образом, вызвать у него рвотный рефлекс, да, он начнет отхаркиваться, прям поворачиваем человека. Он отхаркивается там вниз. У него все вот эти мокроты из лёхих начинают выходить. Ну, это легонечко еще. Стоить. Стоить. Подержу. Подержу. Там прямо косточки вот. Иногда вот эта косточка прям стучит. На самом деле это очень полезно. Прокачиваем дух. Ну, так вот. И себе можно. Да, да, да. Можно и себе. Я читал, что это зоно иммунитет. Если бюджаму растирать, повышается иммунитет вот этого. Иммунитет, да. Вот это хрящ. Да. За ним находится железа вот эта. Билочка уже. Как она? Навекот называется. Блин. Ладно, забыл. Короче, у ребенка она большая. Собственно говоря, по калибру она называется. У нас все гормоны, почти все, все еще не развиты. Органы, почечники, да, эти. То есть щитовидная железа и офис не развиты. Но, в основном, вот эта работает. Она все гормоны дает ему. И адаптацию к системе. А возраст, что она маленькая-маленькая-маленькая сжимается вот так. Ну, в принципе, еще продолжает работать. Поэтому она дает активировать. Хорошо. Проминаем вот до конца. Обходим вот эти вот, вместо крепления ребер, да, под ребрами. Уходим вот, массируем живот вот на расширение. Вот так. Проминаем. Я вспомнила один прием. На расширение. Ну, и по идее, дальше, если надо, кому? Я прихожу на массаж живота и брюшины. Если не надо, то перехожу на массаж лица и головы. Лица тоже? Да. Ну, если ты какой-то прием вспомнил, давай. Сейчас покажу. А я подержу камеру. Не лежа? Не на юре. Закрой глазки. Она называется прокачка энергии. Да. Прокачка энергии. Руки мои теплые. Теплый. А ты откуда ты чувствуешь? Сколько градусов? 25. Сейчас теплеют ручки. Такая же температура. О! Хорошо. Руки мои теплые. На юре потом оба. Руки ваши теплые. Теплее. 40. 40? Теплее гораздо, да? Еще теплее. Руки мои теплые. Не, но у него мощная грудная клетка, он его выдержит. Хорошо, да. Хорошо. Это прокачка энергии. Да. Здоровый класс. И душа заодно прокачивается. Одновременно. Теплее. Теплее.